Ребята, привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А мы бы хотели с вами сегодня поделиться нашим маршрутом поездки, также нашими впечатлениями о Шри-Ланке. Я уверена, что очень многие будут задаваться вопросом о том, как лучше составить план поездки по Шри-Ланке, потому что остров очень большой и за одну поездку невозможно все посмотреть. Также мы еще хотим обсудить вопросы с жильем, вопросы питания, поэтому все вам сейчас расскажем. Единственная проблема, которая у нас возникла с питанием, это то, что мы делали какие-то неправильные заказы в кафе. То есть мы приходили в кафе, заказывали какую-то, наверное, европейскую еду и получали что-то не то, потому что все-таки больше кафе ориентируется на ланкийской кухне. Тем более, наверное, интересно попробовать локальную кухню. Нам было интересно, наверное, первое время, а потом, конечно же, спустя неделю-две, мы немножко устали, хотелось чего-то более европейского. Кафе очень много, они разнообразные. Я слышала, что очень многие писали, что мало кофеем, но даже с этим не было никаких проблем. Кофеем здесь достаточно. Из ланкийской кухни нам, наверное, больше всего понравилось. Запомнилось это блюдо котту. Оно готовится из теста, из овощей и добавляется начинка либо мяса, либо какие-то морепродукты по вашему желанию. Да, готовится в разных соусах. Очень интересное блюдо, везде готовят его тоже по-разному. Мы пробовали несколько раз и всегда были разные вариации. Также нас очень удивила здесь каристь, потому что оно, конечно же, отличается от того, что мы пробовали в других частях Юго-Восточной Азии. Оно совершенно другое. Подается тарелка риса и какие-то маленькие тарелочки с разными ингредиентами. Топпинги такие своеобразные. Да, это может быть картошка, это может быть дал, это может быть какой-то острый соус. Тоже всегда по-разному. То есть зависит от повара, который готовит это блюдо. Ну, чаще всего это все вместе. То есть и картошка, дал, какие-то различные другие специи. По поводу жилья на Шиланке мне понравилось то, что здесь очень много вариантов как для бюджетных путешественников, так и для более состоятельных. Есть такие лакшери отели, а есть обычные гестхаусы. Это когда ты живешь в какой-нибудь ланкийской семье. Как раз такой вариант мы не выбирали. Останавливались в гестхаусах, чтобы у нас был кондиционер, горячая вода и вай-фай. Всегда можно найти на Шиланке достаточно бюджетные варианты. За 8-10 долларов можно остановиться в очень приличном гестхаусе. Да, при этом ты точно не знаешь, будет у тебя работать интернет или нет. Дорогое это жилье или недорогое. Тут в принципе проблема на Шиланке с интернетом. Очень низкая скорость, так что если вы надеетесь, что вы будете смотреть какие-то фильмы или ютуб ролики, то не надейтесь. Интернет здесь очень медленный. Ну, попадается, конечно, и нормально. То есть это не зависит даже от цены за проживание. Просто у кого-то из хозяев хороший интернет, более-менее хороший, а у кого-то совсем плохой. Ну, также можете пользоваться своим интернетом, который вы можете купить сим-карту в начале вашего путешествия и пользоваться этим интернетом. Да, по поводу сим-карты мы купили себе безлимитный интернет, но все-таки у него были какие-то ограничения. Это 45 гигабайт на 30 дней. Маршрут, которым мы хотим поделиться, конечно, больше всего подходит для людей, которые не боятся путешествовать на байке. Мы арендовали байк в самом начале нашего путешествия, поэтому мы приехали в Хикадула. Это ближайший Коломбо город, где можно арендовать байк по умеренной цене. Нам удалось арендовать по 700 за сутки. Мы арендовали сразу мопед на 27 дней и исследовали весь остров. Если арендовать мопед в других частях, если там в Горных, либо в Коломбо, то там уже цены в два раза дороже. То есть там за полторы тысячи рупий в день арендуют байки. Ну и, в принципе, не так много людей, которые арендуют байки в центральной части в Горной. Мы практически не видели туристов. В отличие от Хикадула, Унаватуна, здесь туристов очень много на байках, потому что здесь они доступны и многие здесь ездят. Находимся близко к железнодорожной станции. Находимся близко к путям. Сейчас поедет поезд, поеду услышите. Все. Как упомянул уже Кирилл, первый наш город это был Хикадула. Это курортная зона, где отдыхает очень много российских туристов. Достопримечательностей не так много. Что сказать о пляже, то, наверное, он не самый интересный, не самый интересный для нас, потому что все-таки там очень много людей. Но есть и неплохие места. Если отъехать 6 километров от Хикадула, то можно встретить безлюдные пляжи, где будет только вы, океан и песочек. Еще вы можете заехать на черепашью ферму, посмотреть на черепашек, на больших, на маленьких. Но это можно сделать не только в Хикадула, в других городах. Развлечение недорогое. Билет примерно 2,5 долларов стоит. Также на Хикадуле есть специальная такая обзорная площадка, куда ты можешь прийти, покормить больших черепах, покупаться с ними. Но все-таки не переусердствуйте, потому что черепахам иногда это не совсем нравится, и они даже могут вкусить. Следующим городом, в котором остановились, это был Галя. И сейчас мы вам расскажем, что там нам понравилось. Во-первых, это потрясающий форт. Ты можешь гулять по нему практически целый день. Там много исторических объектов. Много красивых улочек, в которых ты гуляешь и оказываешься словно где-то в Европе. Очень красивые места. Да, поэтому мы советуем вам там прогуляться. Это абсолютно бесплатно. Единственное, что, конечно, вы же выходите рано утром, потому что днем очень печет, жарко. Не забудьте сделать стандартные фотографии возле маяка, как на всех открытках, на всех постерах. Когда мы находились в Галю, мы побывали на нескольких пляжах, и наиболее нам всего понравился Кагала Бич, потому что он пустынный, многокилометровый, можно бегать, прыгать. Единственное, что там большие волны. Из Галя мы также побывали в Новотуни и на пляжах Джангл Бич. Пляж Джангл Бич уже не такой безлюдный. Там уже очень много туристов, поэтому то, что было раньше, такой дикий пляж, такого сейчас уже нет. На Новотуни очень красивый цвет и вода. Ну, также очень много людей и, может быть, не очень чисто. Но зато там высокий ассортимент кафешек, где он может расслабиться, подчилить, послушать красивую музыку и перекусить. Все же на Новотуни пляж, мне кажется, получше, чем на Хикаду, центральной пляжи. Да, более красивый цвет и вода. Затем мы отправились в Егаму, где смогли позаниматься один день серфингом. Меха для серферов. Если вы хотите начать обучение или попробовать просто, то вам обязательно нужно приезжать в Егаму. То есть на других пляжах также есть прокат серф-досок, но на Егаме это поставлено на поток. Ты можешь выйти на пляжную линию и увидеть очень много проката досок, проката инвентаря. И это все очень недорого. Просто взять в аренду доску стоит от 2 долларов за час. Также там находится очень много серф-школ, поэтому вы можете не только взять доску в аренду, но и попробовать обучиться с инструктором. Еще одна, наверное, морская достопримечательность в Егаме является то, что там очень много рыбаков, очень много рыбы. Поэтому вы можете туда прийти на рынок и взять себе какие-то там креветок, рыбы и вам на месте приготовить их. Да, морепродукты там хорошие. Мы один раз даже попробовали. Да, в отличие от Хикаду, цены там подешевле. И, кстати, еще хочу добавить, в Егаме очень много тоже кофеин и держат их русские ребята. Кофе там очень вкусный, поэтому рекомендую там его вам попробовать. Также, находясь в Егаме, мы съездили в Мерису, буквально 5 километров на байке, 15 минут и вы в Мерисе. Там вы можете посмотреть местный пляж. Обычный пляж, выглядит неплохо, приятно искупаться. Волны там небольшие, но что мне понравилось в Мерисе, так то, что там есть такая красивая обзорная площадка, откуда открывается очень красивый вид на океан. И, помимо этого, нам удалось посетить такой промышленный город, как Матора. Там мы можем вам посоветовать посмотреть очень интересный храм. Это самый большой подземный храм, который находится на Шиланке, называется Вехи Ирахеном. Помимо того, что мы смогли посмотреть храм, нам еще провели очень интересную экскурсию. Рассказали больше о буддизме, о жизни Будды, поэтому рекомендуем. Но вот форт смотреть, наверное, мы не рекомендуем, потому что форт из себя представляет просто вороты, одну башню и все. Очень шумный город, очень было сложно ездить по улочкам. Мы все изнервничались, потому что пробки там такие неприятные. Из Великама мы направились в Тангеле, проехали около 55 километров. И, вопреки мнениям, что в Тангеле нет ни кафе, ни какой-то цивилизации, это все не так. Там очень много различных магазинов, кафешек. Нам удовольствовалось замечательно расположиться, и мы поехали смотреть окрестности. Да, мы поехали в очень необычное место. Мы оказались словно на Марсе. До этого мы не видели такого в других обзорах. Это было интересно посмотреть, хоть и не очень близко. Потому что от Тангеля это все-таки еще 20 километров. Также по дороге в Тангеле мы увидели необычный парк. До этого мы его не встречали где в обзорах. Но увидели, проезжая мимо на байке, и решили туда зайти. Получился такой огромный сад, можно сказать, ботанический, с растениями, с овощами, с различными цветами. Очень красивое место, где мы тоже успели немножко погулять. Да, при этом мы думали, что ну ладно, там минут 30 хватит прогуляться. А там настолько огромнейший парк. И столько всего можно интересно узнать, особенно когда ты приезжаешь в рабочие часы. Но мы, к сожалению, не успели полностью его посмотреть. Поэтому приезжайте, посмотрите обязательно, как выращивают и овощи, и фрукты. Вам все расскажут. В Тангеле нам очень понравились пляжи. Вернее, два из них. Первый это Геймбока. Туда мы приехали на закате. Пляж очень живописный. Есть небольшие волны, очень красивая вода, песочек. Такой не очень многолюдный. И еще также нам понравилась река Малагун. Но в отличие от Геймбоки, он гораздо более широкий, гораздо более длинный пляж. Там такие, знаете, дюны из песка, с которых ты можешь попрыгать, повеселиться. Также говорят, что там обитают черепахи. Но лучше приезжать туда с утра, чтобы их увидеть. Далее мы направились в Хапутале. 160 километров пути. Хапутале это небольшой городок рядом с Эллой. Нам принесли чай. В раннее утро мы собираемся в дорогу и подводим итоги. Будем продолжать. Хапутале находится в горах. Это был для нас очень интересный опыт, потому что каждый раз, возвращаясь после достопримечательностей в детский хаос, нам приходилось преодолевать путь в гору. Это происходило все в тумане. Это была некая атмосфера Silent Hill. Это было очень интересно и незабываемо. Также незабываемо стало еще посещение такой достопримечательности, как Криптон Сид. Мы добирались в гору на высоту более 2000 метров. Нас окружали чайные плантации. Было раннее утро. И это было настолько интересно, настолько воодушевляюще, когда ты едешь, и вокруг тебя такие, знаете, запахи чая, запахи свежего чая. Если вам повезет, и когда вы доедете до обзорной площадки, и не будет тумана, как у нас его не было, мы приехали около 8 утра туда, если не будет тумана, вы увидите замечательные виды. Виды на чайные плантации, на горы. Очень красивые. Можно посмотреть, как ланкийские девушки собирают чайные листки. Это очень, так знаете, своеобразно и необычно. Также, находясь в Хапутале, мы смогли посмотреть небольшой городок Элла. Там очень много достопримечательностей, и первой, на которую мы отправились, это была гора с одноименным названием Элла-Рок. Подъем у нас составил 2,5 часа, и главной трудностью было то, что не было какого-то определенного маршрута, какие-то были заросшие тропинки, через которые нам приходилось пробираться. Мы пару раз заплутали. В итоге мы все-таки нашли нужный путь, а наверху нас ждал не только красивый вид, но и небольшой джуз-центр. Поэтому мы смогли насладиться видами, сделать отличные фотографии, попить сока. Сам подъем, конечно, непростой на Элла-Рок. Такая своеобразная тренировка перед подъемом на Пикадаму. Также мы побывали на Малом Пикеадаму. Это все находится также в городке Элла. Подъем туда был гораздо более простой. Минут, наверное, 25-30. Мы были уже на вершине. Малый Пикадаму состоит из нескольких холмов, на каждой из которых вы можете подняться и насладиться видами. Также возле Малого Пикаадаму с февраля 2019 года открыли зиплайн. Зиплайн – это такое развлечение, когда на вас надевают специальные крепления. Дальше вы сможете проехаться над пропастью. Именно на этом зиплайне существует одна большая линия, метров 500, наверное, где вы можете даже вдвоем проехать от начала до конца. Стоимость такого развлечения около 20 долларов с человеком. Не просто проехать вдвоем, а проехаться вдвоем одновременно. И это его главная особенность. Также в Элле нам удалось посмотреть знаменитый 9-арочный мост. Наверное, вы видели много фотографий, которые туристы делают именно в этом месте. Нам удалось прогуляться по рельсам, посмотреть, как проходит мимо поезд и сделать неплохие кадры с дрона. Элле – это небольшой город, но он очень европейзированный. Очень много кафе, есть банкоматы. То есть вы не испытаете каких-то трудностей цивилизации. Там даже у нас нормально работал интернет. Дальше из городка Хапутали мы направились в Новораэлью. Ее также еще называют «Маленькой Англией». Потому что строение дома, которые находятся в этом городе, сделано в английском стиле. Очень красивое издание почты. Там нам удалось побывать на небольшом водопаде Лаверслиф. Там такой романтичный вид, камни. Было интересно все это посмотреть. Ну и, конечно же, главная совмещательность, которая есть в Новораэлью – это все-таки чайные плантации, на которые вы можете приехать и посмотреть, как производится чай. Мы также заехали на две из них. Процесс весьма схожий, но посмотреть очень интересно. Посмотреть, прогуляться, увидеть, как чай сушит, какие там располагаются машины, сотрудники. Очень интересно. Также вас там могут угостить бесплатным черным чаем. А могут и платным черным чаем, если вы хотите дополнительную дегустацию. После чего мы направились на одну из известнейших замечательностей всей Шри-Ланки – это пик Адама. 5200 ступенек. Но мы это сделали. Преодолели мы этот маршрут за чуть больше, чем 3 часа. Да, и я очень сильно переживала, когда поднималось то, что мы не успеем на рассвет. Но мы успели, как раз оказались на вершине, когда уже появлялись эти красивейшие лучи. Ну, это, конечно, невероятно и незабываемо. И, наверное, через много-много лет я буду вспоминать об этом подъеме. Свой подъем мы начали в 3 часа утра, а закончили в 6.10. Как раз рассвет в 6.10, в 6.15. И мы поспели наверху, нам не пришлось наверху ждать, потому что наверху очень ветрено, там находиться не очень приятно. Поэтому у нас такое идеальное время. Как раз поднялись, и рассвет. Да, я даже не замерзну, потому что обычно я мерзну, а тут мне было комфортно. Зря взяли многие теплые вещи. Да, мы взяли с собой влет. Переодеться что-то взяли, ну, в общем, не понадобилось. После рассвета мы смогли подняться к ступе, ее посмотреть, а также попали на очень интересную церемонию, которая там проводилась. Подъем на пикадамы, конечно, достаточно сложный для неподготовленного трекера. Поэтому это не просто взял и поднялся. Нужно все-таки это осмыслить, подготовиться, потом уж подниматься. Ну, а на следующий день готовьтесь к тому, что у вас будут болеть икроножные мышцы. И даже не один день, а три дня у нас, получается, побаливали ноги. После пика Адама, отдохнув один день, мы отправились в город Канди, где посетили по дороге очень красивый храм, который сделан в виде спиралевидной башни. Томочка поднялась на самый верх. Да, там нереально красиво открываются также виды наборы. Какие-то, знаете, ощущения просто, я не знаю, как будто бы ты находишься на вершине. Но стоит отметить, что когда туда поднимаешься, там такие уже становятся узкие-узкие проходы, но уже на самой вершине они расширяются. Поэтому те, кто не боится высоты, поднимайтесь, смотрите и наслаждайтесь природой, которая вас окружает. В Канди мы посмотрели не так много достопримечательностей, но одну из самых интереснейших мы, конечно же, не пропустили. Это Королевский ботанический сад. Сад разделен на большое количество локаций. Сад орхидей, сад медицинский, где-то есть озеро. Нам было очень интересно посмотреть на сад, где мировые выдающиеся личности смогли посадить свои деревья. Особенно было интересно посмотреть на деревья Николая Второго и Юрия Гагарина. Мы гуляли по этому саду более трех часов, было очень жарко, но все равно мы успели многое посмотреть. Поэтому выделяйте для этого ботанического сада больше времени, там можно провести целый день. Ну а сам город Канди очень большой, это бывшая столица Цейлона, там очень сильный трафик, много людей. Именно поэтому нам не очень нравится. И вообще, когда мы переезжали из города в город, если мы ехали по прибрежной зоне, либо как-то в какой-то малолюдной зоне в горах, нам это очень нравилось, дороги. Несмотря на горный серпантин, где нужно ездить аккуратно. Но как только мы въезжали в большие города, там начинались пробки, многолюдно, большие здания. Это нам, конечно, уже не очень нравилось. После Канди мы отправились в Сигирю посмотреть на главную достопримечательность, на гору Сигирю, на древний город. Да, но мы смотрели на него с соседней горы, которая называется Пидурагала. Единственное, что мы думали, что эта достопримечательность еще не такая известная, что будет мало людей. Но было очень много местных за счет того, что в этот день был выходной, и плюс у них, как мы узнали, был какой-то фестиваль. В общем, очень много местных поднималось в этот день. А с этой горы, с Пидурагала, открывается замечательный вид на Сигирю. Но мы все равно всем рекомендуем подниматься именно на Пидурагала. То есть, ну, если вы можете позволить заплатить 30 долларов для подъема на Сигирю, конечно же, поднимайтесь. Но не проходите мимо Пидурагала, которая стоит подъем 3,5 доллара. Для бюджетного туриста мы, конечно, рекомендуем Пидурагала. Это идеальный вариант, и к тому же там открываются неевероятные виды на Сигирю. Можно сделать красивейшие фотографии. А также можно сделать с дроном великолепные кадры. Да, но только будьте осторожны, потому что все-таки полеты на дроне там запрещены. В Сигире нам удалось найти очень нетуристическое место. Это затерянный храм, затерянные руины. Очень интересно там было прогуляться, посмотреть. Людей вообще никого не было. Всем бы рекомендовали туда добраться. Туда проезжаешь сначала на байке по такой красивой дорожке, потом, где идет обрыв моста, уже идешь пешком и доходишь до этих руин. Там есть руины от ступы, руины от каких-то сооружений. В общем, интересно прогуляться по такому красивому месту. Из города Сигири мы также съездили в большой город Дамбула, который знаменит своим пещерным храмовым комплексом. Смогли там полюбоваться на большого золотого Будду. Поднялись наверх, но в сам храм не заходили. А еще мы побывали в очень интересном месте. Это слоновий питомник, который называется Пинавелла. Там вы можете провести целый день со слонами. Вы можете посмотреть, как их кормят, как они играют, как они идут по улице к речке, как их потом моют. Ну, то есть, такое. Несколько часов и слону, и жизни. И все это удовольствие стоит 3000 рупий с человека. В любом случае, сходите в этот питомник. Это гораздо дешевле, чем заплатить джип-сафари. И в джип-сафари не факт, что вы увидите животных, а тут вы точно увидите слонов. Слоны вам гарантирован. Далее из Пинавеллы мы отправились в Бинтоту. Мы проехали 155 километров и оказались в этом небольшом городке, который в первую очередь знаменит своими красивыми пляжами немноголюдными. Нам они, кстати, очень понравились. Рекомендуем пляжи в Бинтоте. Действительно, народу очень мало. И Бинтота находится совсем недалеко от Коломбы. То есть, этот город очень удобен к посещению. Когда будете планировать свое путешествие по Шри-Ланке, имейте в виду, что весь этот маршрут сложный физически и энергозатратный. Поэтому обязательно выделяйте хотя бы несколько дней после этого у океана. Да, в конце лучше более такой релаксовый отдых. Приехать к океану, несколько дней отдохнуть от поездки в горах, от переездов. Поэтому мы выбрали Бинтоту в конце, куда приехали и наслаждались отличными пляжами. Ну а сейчас мы находимся в Крикадуе, где оставили свою сумку. Это наш последний день. И мы уже бежим за нашими вещами, чтобы отправиться в путь до Коломбы, откуда мы вылетаем до Москвы. Надеемся, вам понравился наш рассказ, наша поездка. Смотрите наши видео, подписывайтесь на канал. Если у вас будут какие-то вопросы по планированию, по путешествию на Шри-Ланке, обязательно задавайте их. Пишите их под роликом, пишите наши социальные сети. Мы будем рады ответить и рады поделиться своим опытом. Всем пока, ребята. Путешествуйте. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!